Часами кататься на горках и коньках, гонять шайбу с соседскими ребятами – обычные детские забавы. Но для восьмилетнего Дани Петрушина эти радости скорее исключение. Родители по совету врачей запрещают ребенку физические нагрузки и долгие прогулки. Болеет он. За последние полгода он сразу в пять болел. Часто отдышка бывает. А так он катается, любит, играться любит. Но тяжело ему. Данил родился здоровым. Так маме сказали врачи в роддоме. А спустя шесть месяцев в село Благоварского района, где проживает семья, приехали медики из Уфы. Елена записала сына на прием, ведь все полгода вместо педиатра ребенком занимался местный фельдшер. Столичный кардиолог заметил шумы в сердце и направил Данила на обследование в Республиканский кардиологический центр, где мальчику диагностировали врожденный порог – дефект межпредсердной перегородки. Эхограмму сделали, обследовали. Там увеличение небольшое было, но сказали, что может закрыться. Это лекарства назначили, лекарства пили. Помогали, но не сильно, не так. Хуже может быть или что-нибудь случится. Вот это боюсь, да. Что в любой момент может что-то произойти, и вот это страшно. С возрастом дефект в сердце ребенка стал увеличиваться. Сейчас мальчик учится во втором классе. Любит собирать пазлы и конструкторы. В этих сидячих играх он нашел замену активному отдыху. Даня живет обычной жизнью 8-летнего ребенка, только быстро устает и часто простужается. А иногда у мальчика резко синеют губы и нос. Появляется сильная дышка. Данил может стать абсолютно здоровым. Для этого нужно сделать операцию. И как можно скорее. Чтобы избежать большой операции на открытом сердце, можно провести мини-инвазивное эндоскулярное вмешательство. То есть с помощью специального устройства, введенного через сосуд, устранить патологический сброс крови. Такие операции делаются при установке диагноза. Чем раньше они сделаны, тем лучше. Саму операцию проводят по квоте. Но оклюдер, имплант, с помощью которого кардиохирурги закроют дефект в сердце, из бюджета не оплачивается. Его стоимость больше 200 тысяч рублей для семьи Петрушиных неподъемная. Жители Башкирии могут помочь Дане сообща. Для этого нужно отправить смс со словом «Дети» на номер 5542. Сообщение можно отправить сколько угодно. Главное – подтвердить перевод денег, если об этом попросят мобильный оператор. Благодаря помощи телезрителей удалось собрать почти 200 тысяч рублей на лечение в московской клинике двухлетней Арине Сахибгореевой. Диагноз девочки – детский церебральный паралич. Ее историю мы рассказывали в предыдущих выпусках «Вестей». Завершился сбор денег для еще одной героини нашего сюжета. Восьмимесячной Карины Саяповой с диагнозом акушерский паралич справа. Девочке требовалось 620 тысяч рублей на серию операций. Сейчас она готовится к первому этапу хирургического лечения. Всего с начала совместной акции ГТРК и Русфонда помощь получили 50 маленьких пациентов из Башкирии на сумму больше 11 миллионов рублей. Сегодня поддержки неравнодушных людей ждет Данил Петрушин. Чтобы помочь ему, нужно отправить СМС со словом «Дети» на короткий номер 5542. Цена сообщения – 75 рублей. Незначительная сумма и большая мечта о здоровом ребенке станет реальностью. Елена Перова, Вадим Зараев, Вести Башкортостан.